И дальше опять же апостолы Петра. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Почему женщина немощнейший сосуд, и какие препятствия в молитвах она может творить? Ну, какие? Женщина может быть, допустим, многозаботливая. Муж встал на молитвах, он говорит, пойдем чулан красить. А если мужчина к ней относится и с честью, и с благовением, и с заботой, то она не позволит себе такого. Она будет его очень уважать и не будет создать препятствий ему для молитвы. А чем сосуд немощнейший? Да в чем угодно. Сосуд имеется в виду тело. Конечно, мужчина более мощный, особенно в те времена, когда физическая сила играла большую роль. Ну, и в хозяйстве, и в покупках, и в торговле, и в военном деле. Ну, и по уму. Это же медицинский факт, что IQ у мужчин, он выше, при всем моем уважении.